Ну ни капельки, вот клянусь вам Богом, потому что только я приехал, тут же приезжали пожарники, купи противогазы, мама дорогая, я поехал покупать противогазы, купи аптечки какие-то, АИ-02 или 09, ну спасать людей в случае того, что если вдруг загорится. Стала звонить МУГИСО, занимающиеся помещениями, стали чего-то требовать, все требуют денег, каких-то проплат, пожарники нас все равно оштрафуют, несмотря на то, что мы противогазы купили, надо зарплату артистам, значит, собирать, надо там это, надо там это, и дергают, и дергают, боже мой, в Польше, все говорили мне, панкали, да, что вам надо? Я пришел на первую генеральную репетицию, на огромную сцену, стоит декорация, ну видите, там малахитовые колонны, свет горит, мне не надо ехать на рынок, мне не надо никуда ничего покупать, мне надо собирать музыку, все готово, все сделано, только сиди, панкали, да, и говори, чуть-чуть левее, чуть-чуть правее, встаньте, сядьте, все прекрасно, с 10 до 2 репетиции, я свободен, иди получи свой гонорар, что называется. А здесь, завтра в 7 утра мне надо ехать на рынок, потому что послезавтра первая репетиция спектакля «Лекарь по неволе», и надо уже прийти к актерам с каким-то готовым решением, решения нет, естественно, завтра на рынке я все решу, что у нас. Вечером у нас спектакль под названием «Король Лир», где я играю главную роль, опять надо 3 часа прыгать, скакать, корделю хоронить, все, чтобы не разбираться на этой сцене. Мама дорогая, после этого спектакля я болею всегда 3 дня, я прям поражаюсь, как мои артисты могут играть каждый день по главной роли, я просто, это что-то невозможное, как они потом расслабляются, по-моему, надо уходить в запой на неделю и пить и отдыхать, потому что никаких нервов не хватает, во всяком случае у меня. Короче говоря, с дурным настроением, пришел я к вам, я уж учитывающий, на самом деле я боюсь очень вот этой читки, которая сейчас будет, потому что я знаю, что в зале сидят мои студенты, студенты-драматурги, студенты-актеры, и я очень боюсь, конечно, чтобы они потом втихаря, придя в общежитие, не сказали бы, слушал пьесу, слушал, ну и что, ну наш-то совсем уже спятил, может быть всякое. Поэтому очень побаиваюсь, выбрал лучших артистов, чтобы они вам прочитали, а хорошие артисты, они и телефонную книгу прочитают как следует, мы сегодня с ними репетировали, я надеюсь, что они вам все это как следует покажут, ну конечно, правду сказать, писал я эту пьесу по заказу артистки, великой артистки Лея Хиджаковой, она давно меня очень просит для нее и для Хазанова, они хотят вдвоем, понимаете ли, чесать и косить по городам, и весям нашей страны, а может быть и за рубежом, а может поставят в театре страны. Не знаю, понравится ей пьеса или нет, сейчас актеры мои почитают вам пьесу, она короткая, 18 страниц, одноактная, пьеса называется «Носатый», представят ее, а после этого я ее послушаю, так вот похожу, там буду слушать и что-то в ней, наверное, переделаю. В пьесе есть что-то смешное, есть и грустное, вы сейчас сами увидите, я надеюсь, и будете благосклонны. Как говорил Шекспир, по милости к слабостям пера, и сгладить постарается игра. Спасибо вам, дорогие мои. Спасибо. Спасибо.